Это вижу и в католической церкви, но для меня это просто служба, я работаю, мне платят за это деньги, да, и я, в общем-то, занимаюсь любимым делом, я реализую себя как музыкант, как профессионал, мне это нравится, вот, одна из грани, скажем так, моего таланта в этом распаковывается, поэтому я вот пока еще там нахожусь, хотя я тоже вижу много несоответствий, но есть такая же, знаешь, еще точка зрения есть такая, что церковь это как бы лечебница, то есть в церкви нет святых, ты там не найдешь, ты приходишь в поисках каких-то святых людей, я вот тоже, когда совсем была юная, я только покрестилась, мне было лет 19, наверное, да, и я искала чего-то очень чистого, такого светлого, того, чего в обычном мире вокруг нас нельзя найти, и поэтому я пришла в церковь, и у меня ушли годы на то, чтобы осознать, что в церкви приходят больные люди лечиться, там нет таких прямо святых и возвышенных, то, чего мы ищем, там нет, потому что мир, он несовершенен, и это тоже часть этого мира, и люди, которые приходят в церковь, они, ну, они тоже приходят за исцелением, они понимают свои вот эти несовершенства, пороки, свою грязь, вот эту всю, и они приходят на надежде, на очищение, на какое-то исцеление, и в том числе священники, они тоже не исключение, они тоже люди живые, которые подвержены всякого рода искушениям, ну, скажем так, в прошлые века, возможно, были какие-то вот подвижники, да, которые действительно уединялись, они даже уходили от мира, они там где-то в пещерах жили, всю жизнь постились, молились, и они достигали невероятных духовных высот, они, ну, буквально творили чудеса, вот как Серафим Саровский, например, да, или Сергий Радонежский, один Сергий Радонежский мог там тысячи людей вокруг себя спасать, вот это был настоящий святой, в наши дни, к сожалению, все так измельчало, и таких святых уже, если они где-то есть, они, наверное, прячутся, их так вот увидеть невозможно, а в основном, конечно, сейчас бедственное положение, и все просто тонут в пороках, в этой грязи, конечно, от этого хочется держаться подальше, поэтому я тебя понимаю, что, знаешь, как я понимаю, что твой дух, он ищет чистоты, он ищет совершенства, а твой дух ищет чего-то, ну, ты не смог этого найти в церкви, да, и ты решил пойти дальше своим путем каким-то... Я даже был на Афоне, и когда я приехал туда, это само по себе место святое там, это чувствуется, просто можно ходить по этому полуострову, и там это ощущается, что это святое место, неважно, вообще идете вы в какой-либо из монастырей, которые там есть, это просто святое место, это, пребывая там, уже какой-то происходит контакт с чем-то святым. А вот то, что я там видел, да, ну, это политика, это уже, как бы, там, конечно, есть, наверное, вот, ну, я был в монастырях, и в одном из монастырей, которым я проживал, ну, там это уже была чистая политика, я им даже сам это объяснял, потому что они мне начали, в какую церковь ты ходишь, а вот ты, какой патриархат, я говорю, я же сюда приехал молиться Богу, а не рассуждать с вами о ваших политических вопросах. Если есть какая-то с этим проблема, ну, вы там у себя разбирайтесь сами, мне это неинтересно. Да, хорошо. Хорошо.